Против команды, которая, наверное, не раз не играла в баттербол. Ну да, здесь и чемпионы. Знаешь, что я тебе хочу сказать? Команда Андердог оправдывает свое название. Сегодня они реально жесткие андердоги. И если у них получится сейчас хорошо сыграть, то меня они очень удивят. Да, конечно. Если они смогут навязать борьбу, это уже будет классно. Но можно сказать, они играют с бразильцами в баттерболах. Ну, кстати, уже у них получилось развести мяч. Да, да, да. И вот уже под сеткой, интересно, кто первый мяч закинет. И у команды Андердог были... Топ-дог, сори. Я сказал, что они Андердоги, но они топ-доги. Вау, ошибся. Неплохая попытка броска была в исполнении. Да, пока, конечно, немножко происходит такой стартовый буст у обоих команд. И вот мне кажется, что проблема будет у топ-дога в том, что они могут устать. Команда топ-дога. Шит попали. И тут попытка. Пока что навязывают борьбу, да? Да, хорошо играют сыгранные. Вот практически был двухочковый. И все еще у команды, у топ-дога мяч. Сейчас мяч уже у Найзы. И вот первый бросок от Эльдара Кудебергенов. А, нет, это не Эльдар Кудебергенов, прошу прощения. Это... Адельбек, не Азембетов бросал. Да, пока, конечно... Пока что наша команда чуть-чуть спит, можно так сказать, да? Не могут достаться. Ну, не знаю, нет, у топ-дога получается. Но, конечно, более сыгранные ребята из Найзы. Ну, да, они не первую игру играют. Да, сейчас опять у команды топ-дог мяч. И я, честно сказать, думал, что будет что-то более, ну, более как-то уверенно будет команда Найза себя чувствовать. Вот чем прикольный баттербол, что любой человек, который даже не играл ни разу в баттербол, может себя в нем хорошо показывать. И вот, Эльдар, неплохая попытка была развода, да? Вау, какие-то баскетболистские движения, ты это видел? Видно, там док подготовился, да? Привезли баскетболиста какого-то. Привезли парня баскетболиста. На самом деле, вот Север, парень, который тоже должен был играть. Ооо! И первый! Первый. Первое очко. Но я бы не сказал, что это какой-то типа псу хуилл. Мы видим прям борьбу, видим хорошую игру. И вот на замену выходит уже Дула по прозвищу Ураган. Размочили счет. Ведет команда Найзы. Но да, я бы не сказал бы, что все прям предрешено еще. Опять же, стоит отметить, что топ-дог это андердоги. Топ-дог это андердоги сегодня, но андердоги, которые бьются за победу. И вот, очень близко. Очень близко. Да, кстати, сегодня нету Найзы сыгранности, да? Да, игроки, кстати, с разных команд, да? Да, сегодня такая сборная солянка. Я бы сказал бы, да, что они себе мешают. Ооо! А, они забыли развести. Потому что команду Топ-дог не развели. Да, нужно было вывести мяч в зону. Было близко. Но забыли вывести мяч. Нет, нет, друзья. Можно было дать, мне кажется, раз в гости и все-таки честно. Ребята, первый раз играют. Можно было дать. И вот сейчас надо не забыть развести. Ребята разводят. Ну сейчас, походу игры, команда адаптируется очень, да? Вот, да, вот у Найзы сейчас хорошо получилось. Но они не развели тоже, я так понимаю, нет? Нет, развели. И второе очко в пользу команды. А, второе очко. А, второе очко. Мальзы. Нет, они не развели. Я тоже вот видел, да, что они развели мяч. И вот сейчас у Топ-дога мяч, у Топ-дога инициатива. Ой, красиво можно было. Могло быть очень красиво. И так, а вот, кстати, в углу Даня регбист. Он дает какие-то важные советы и корректировки по игре. Многие ребята из команды Топ-дог, кстати, с прослым именно из регби. Но пока мы борьбу вообще не видели. Было бы интересно самого регбиста посмотреть. Я думаю, как Мэнда примет участие в этой игре, когда выздоровеет полностью. Да, к сожалению, у Дани сломаны руки. Ильдар, неплохой развод. И вот Ильдар. Побороть пытались? Да, да, да. Но это, думаю, плохая идея. Ну да, не думаю, что может получиться. И вот, слушай, Топ-дог играет хорошо. Очень-очень неплохо играет команда, да? Пока что навязывает игру. Я не ждал такого. Молодцы. Я тоже не ждал. Я думал, сейчас будет еще космический. Ну, может, наши ребята решили проявить бесцеприимство. И пока что не включаются в игру полностью. Ну, не знаю. Я бы не сказал бы. Это наоборот, знаешь, как-то унизительно, что ли, было бы. Ну, и у нас незаметно первый период закончился. Закончился первый тайм. И, в принципе, все очень равно. Я думаю, ну, конкуренция такая же, как и в первом раунде. Ну, неплохо. Неплохо команда Топ-дога показала себя. Было бы странно, конечно, если бы. Наша команда проигрывала бы сейчас на данный момент. Я думаю, что стоит еще раз, наверное, проговорить, кто за кого играет. Пока у нас есть немножко времени. За команду Найзу играет. Ладно, наверное, не получится. Ребятам кидают уже воду. Ну, по идее, у нас команда легенда. У нас призеры Олимпиады. Да, очень сильная команда. Это ребята фавориты. Но... Ну, вот, да, что значит дух, что в боях, что в баттерболе. Если ты парень духовитый, то у тебя получится. Можно сказать, простые ребята со двора играют, да? С титулами. Да, 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 кулачники. С титулонами, ребятами. Ну что ж, второй тайм начинается, второй раунд начинается. Да, поехали. Неплохая, да. Вот смотри, Даня, рэгбист уже прям сам пробьется, мне кажется. Да, да, да. Ильдар забрал мяч, отдал Адюбек на замету. Не надо было сейчас разводить, кстати. Вот немножко еда есть. Есть такое ощущение, что ребята из Топ-дога, они пока еще, ну, просто не сыграны именно по правилам. Потому что они стали разводить второй раз, хотя они и так мячом владели. Ой-ой-ой. Эльдар развел мяч, вывел за зону. Попытка броска неплохая. Так, мяч у команды Топ-дог. Тут, кстати, Миша очень тяжело прицелиться, да, при такой динамике в кольцо. Тебе же нужно время, а здесь времени нету. У тебя сразу заберут мяч, либо переведут тебя. Вот, к концу Ильдара, Ильдар пытается закинуть двухочковый. Он прям на него нацелен. Уже какой? Третий раз, по-моему. Попал в дужку. Вот этот второй номер Топ-дога, очень неплохой парень. Да, как будто у парня реально бэкграунд в баскетболе какой-то есть. Да-да-да, у него движение. Вот, хорошо. Ильдар закидывает. Ильдар прям был нацелен на двухочковый. Да-да-да. Очень хорошо. Проявил себя в этом моменте он. Сейчас Даня Рэкбист пытается... Даня Рэкбист у клетки. Факт. Да, Даня немножко не сдержал эмоций. Да-да-да. Залез. Залез на клетку. Да, ну все в порядке. Эмоции это нормально для спорта. Как я понимаю, был спорный момент. И Даня об этом сообщил. И сейчас он дает какие-то корректировки важные. Я, кстати, думаю, что команда Топ-дога здесь не последний раз. И в принципе, они говорят, что у них есть прям сильный состав, в котором будет и Даня, чтобы участвовать. А вот этот состав послабее, но вот тоже они играют хорошо. Ну, думаю, если бы играли старыми составами, да, у Альдара есть своя команда. У Адильбека Низбетова тоже есть своя команда. Если бы собрать те составы, они бы, думаю, сыграли, может, лучше. Но сегодня у нас такая, да, сборная собралась. И попытка Альдара броска попал в душку. Есть какая-то травма, мне показалось, у второго номера. Вот он за руку сейчас держал. Немножко, знаешь, посыпались ребята, чуть сложно им стало. Ну да, темп не выдерживает, динамику такую. Топ-дог в начале саммит, да, такой большой темп. Подняли, задрали. Ну а сейчас чуть-чуть подсели ребята. Да, это все опыт. Да, да. С играми будет приходить опыт. А у нас остается полторы минуты до окончания второго раунда, второго тайма. И так, мяч у Альдара Кудайбергенова, его блокируют. Да, да, да. Ой, Альдар им переводит. Альдар даже умудряется отдать мяч. Команду Топ-дога сейчас сделала. Оооо. Два броскалки. И все, нашли брешь в защите Топ-дога. И команда Найзы уже забивает треть. Я думаю, что дело, наверное, не в брешь, а именно в какой-то, ну, условной несыгранности. Да, я думаю, время минуты по-два. Ребята устали, это видно. Да, да, да. Ооо, чуть ли не флайан к ней был. Да, да, да. Видно, видно, сыгрываются потихоньку уже. Да, я даже не успеваю что-то говорить, потому что динамика увеличилась прямо. Икс-пять. И вот мяч у Альдара Кудайбергенова. Видно, видно, подняли темп и задрали. И очки пошли. Это уже второй или третий такой бросок с таким приемом. И сейчас мы видим один из самых больших счетов за эту всю игру, да? Фото пола. Разрыв большой, четыре очка. Ну, не сказать, что не отыгрываемый какой-то. Ох, неплохой бросок. Да, хороший. Хочется, чтобы... Вот мне прям хочется, чтобы топ-дог все-таки смогли размочить счет. Ну, да, да. Было бы приятно. Ох. И счет 5-0. 6-0 уже, я так понимаю. Сейчас шестое закинули. Да? Мяч. Был счет вроде 4-0. 6-0. Ну, у команды топ-дог будет возможность побороться за третье место. Да, и по... Что-то сейчас тайм-аут. На фоне замены. Замены, да. На замену выходит ураган. Может быть он. Тяжело дышит он, конечно. Да, задышали, задышали ребята. Там 33 секунды осталось до окончания второго полуфинала. Видно, видно какая-то заготовка сейчас у команды будет. Вот, не получилось. Есть какие-то, мне кажется, вопросы? Команда тут долго все-таки поправила. Ох. Не получилось. Адебек Незамбетов пытается забрать мяч. Ох. Видно, Викор. Жесткая, силовая борьба. Силовая борьба пошла. Ну, скажем так. Выбух флорентийский футбол. Адебек пытается закинуть неплохая попытка броска. Адебек Незамбетова. Вот, наконец-то, знаешь, пошла игра в пасы. Пошла игра в пасы, но чуть поздно. Но, ребята, молодцы. Топ-дох хорошо держались. Хорошую игру показали. Интриги, конечно, было меньше, чем в первой игре. Но в первом тайме было интриги много. Второй тайм, да. Не выдержали, не выдержали темп, задышали. Так же, как аналогию с боями провести. Задрали темп. И просто не выдержали. Да, но ребята большие молодцы. Очень, очень. Мне понравились. Больцовский дух. Выручка есть, да, какая-то. На чужой территории играли, и играли хорошо. Да, да. Хотелось бы еще раз посмотреть. Ну айза командасы. Екатерина финала. Спасибо ребятам. Команда Топ-дох. Вы были молодцом. Топ-дох. На чужой территории. Господь. Спасибо.